В лингвистической школе Люберец состоялось открытие муниципального этапа 31-х международных рождественских образовательных чтений и 20-х московских областных образовательных чтений, глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Подробнее о мероприятии наш корреспондент. В школьном зале ученики и педагоги, родители, представители администрации округа и Люберецкого благочиния. По словам духовенства, главная задача рождественских чтений – свободное и открытое общение, открытие нового и духовное очищение. Самое главное, хочу вас всех поблагодарить. Поблагодарить за то, что вы есть. Вызовы, которые у нас в современном мире, они и новые, и в то же время глубокие и древние. И самое главное, дорогие братья и сестры, Христос, который пришел на землю, дал нам возможность, чтобы мы научились общаться друг с другом. История рождественских чтений насчитывает более 20 лет. В начале 2000-х в Подмосковье, кроме этого проекта, стартовал ряд других. Например, дорога к храму. Параллельно действует более современный проект – диалог со священником. Также в школах вели предмет – основы православной культуры. Я помню директоров школ и знаю, которые мне говорят, Лидия Николаевна, а вот мы ввели и ведем этот предмет с 1 по 11 класс, и как результат у нас нет ни одного ученика на внутрешкольном учете. Я этим результатом горжусь, я могу назвать номера этих школ и в каких муниципальных образованиях. Лидия Антонова вручила директору 41-й гимназии Татьяне Яковлевой почетную грамоту Московской областной думы. А директор православной школы «Образ» Татьяна Смирнова от имени главы округа была награждена знаком за добросовестный труд. В программе рождественских чтений несколько докладов. Настоятель Владимирского храма в Красково Игорь Крикота отметил, что духовенство епархии в основном работает с учениками школ, а воспитанник в дошкольных образовательных учреждениях ни один из проектов церкви практически не затрагивает. Чтобы лучше понимать, насколько существенно данная тема, приведу немного цифр, статистики. Так, на территории нашей епархии работают 404 отделения 251 муниципального учреждения дошкольного образования. Из них 28%, 113 отделений работают на территории Люберецкого благочения. В докладе «Формирование духовных ценностей у воспитанников дошкольных образовательных учреждений Игорь Крикота раскрыл важность работы в детских садах». Встречи в рамках рождественских чтений на территории округа будут продолжены. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова